Я даже никогда не видел, чтобы они ругались. Я тысячи раз к ним ходил в гости, ночевал. И естественно, неоднократно они ко мне. Но чтобы ругались, не то, чтобы билы, даже не ругались при нас. Потому что он, может быть, тогда, когда нас не было, но при мне этого такого не было никогда. Злость вымещала на детях, на матери. Он, сколько я себя помню, постоянно выпивал, мать избивал. У нас, ну, когда маленькие были, да, и когда уже подрос. После развода уже, в 13-м году развелись, все он уже как. Он только вот на мать мог влиять психологически. Черт, женщина запуганная. СМС-ки, ты говоришь, смотри, как ему дорогу будешь переходить, машина собьет. Не факт, что я не буду за рулем. Это его угроза. Мы, когда даже сами в гости, вот вверх не взяли, но мы себя чувствуем, даже, знаете, как дети. Сидели за столом с ним, за одним столом. И, не знаю, вот хоть бы какого-нибудь, что-нибудь не сказать плохого. Вот так мы себя вели. Потому что, если мне, дай бог, что-нибудь скажем, он может тут же выгнать. Невкусно приготовила, он заставляет целую кастрюлю ей съедать. Целую кастрюлю плови, он заставит ее съесть. Она говорит, я на лист смотрю не могу, айду. Один прекрасный день она мне звонит. Айду говорит, когда мы разговариваем. Если я, говорит, умру, моей смертью будет виноват кама. Видели, как саду обливает? Обливал, да. Я думал, бечи заводки, да, да, из бутылки. И как поджигать тоже? Один раз не получилось, второй раз уже сразу сгорело резко. И убежал мужик в сторону, казак-телеком. К ней подошла, она вся скрученная сидела уже. Я ее не узнала. Она говорит, это я Светлана Калимжановна. Вы чего меня не узнали? Говорит, это мой муж сделал канат. Два раза сказал. Я же говорю, я был воровом, когда я, как считаю, ты его? Как я мог поехать, как считал? Спустя два дня вы приехали. Неужели вам не было интересного, что с вами стоит? Уже сопереживание. Не понял, что у вас? Не понял. Сопереживание какое-то? Конечно, я не мог найти себе место.